Обращение армян к их народу от 13.10.2012 года Почему сегодня у нас понимание о порядочности изменилось? Куда входит скромная одежда, традиционное воспитание, приличный внешний облик? Что сейчас называется немодным, устаревшим или уходящим в прошлое? Если кто-то призывает к национальной культуре, менталитету традиции и ко всему тому, что было у нашего народа веками, Воспринимается сейчас как что-то чужое Если кто-то говорит о порядочности, другие такое воспринимают как что-то мусульманское Причем тут мусульмане? Мы стали рассуждать как европейцы и американцы Понятие об истинном христианстве и его морали утерялось Христианство стали понимать как демократию или какую-то вседозволенность Народ, вы определитесь, вы армяне или европейцы? Посмотрите на свое прошлое, загляните в историю, чтобы понять, кто вы Вы есть на самом деле Похоже, вы просто потерялись, запутались из-за нехватки верной информации вокруг Почему христианская проповедь или призыв к дисциплине воспринимается как что-то мусульманское? А что, христианство – это отсутствие ограничений? Это разврат и распущенность? Если раньше слово армянин ассоциировалось с понятиями честь, достоинство, веро, уважение, порядочность, мудрость, сила, храбрость, патриотизм, То на сегодняшний день к определению армянин прилипают негативные характеристики, как хвастовство, смехотворство, безответственность, болтливость, сквернословие, то есть мат, несерьезность, легкомыслие по отношению к себе и окружающим Почему мы создаем или допускаем новый тип нации, который перечеркивает все то, что нас только возвышало веками? Почему призывы к благословению нашего народа стали неинтересными? А что, вести беспорядочный образ жизни – это интересно? Не надоело еще бездарно проводить время? Не надоело развлекаться еще? Вас еще не тошнит от пустой бесцельной жизни? Этого хотели ваши родители? Вы должны быть их гордостью, а пустой образ жизни вас только унижает и оставляет Будьте гордыми за свое звание, за свою фамилию Не просто на словах, а на деле Слова без дела ничего не стоят Пора уже браться за ум, братья и сестры Времена уже такие наступили, пора меняться всем нам, всем вместе И мы должны каждый друг друга поддерживать в этих переменах к лучшему В том интерес прежде всего ваш, а не кого-то другого Вы – это наше общенациональное достояние и будущее И мы все вместе Дорогой брат, запомни, что ты не просто так родился на этот свет И появился в этот мир, чтобы так же украсить этот мир Ты не просто так родился армянином Но для того, чтобы возвысить и укрепить свой народ Утвердить его национальное достояние Родить себе подобных и уже им передать то, из чего ты состоишь Дорогой брат, пусть будут у тебя наследники Кому ты передашь свою неповторимую суть, свою культуру и историю Дай детям твоим то, что в свою очередь получил от своих родителей Или от деда с бабушкой Знай, что ты родился для того, чтобы принести пользу своему народу Знай, ты нужен народу, он в тебе нуждается Будь образцом для всех, ты этого достоин Не будь усредненным членом общества Нося девиз «Все так, и я так же буду» Будь одним из примеров того, что наш народ силен Непобедим, мужествен, чист, мудр и неповторим Индивидуален и претендует на будущее громкий голос в вировом сообществе Почему для многих стали интересами негативы? Неужели какие-то последние 20 лет могли поменять духовную сторону народа? Его мировоззрение, его менталитет Почему то, что плохо в реальности и в действительности не приносит добра Стало популярным? Если несколько лет назад мы следили за своими семьями За женой, сестрой То сейчас честь своих близких потеряла интерес Почему вас не волнует то, как одевается ваша сестра, жена? Неужели вам хотелось бы, чтобы мужчины смотрели и оценивали обнаженные ноги вашей матери Сестры или жены? На самом деле, вам бы не хотелось, чтобы на вашу маму смотрели и обсуждали в своих мыслях Или между собой ее привлекательность Не так ли? А мама это сестра ли? Или жена это с внешней стороны? Для чужих мужчин одно и то же То есть это женщина, на которую смотрит мужчина Вас это должно беспокоить Если вы себя уважаете и уважаете свою семью Речь идет о вашей чести И соответственно чести близких к вам людей Или вы скажете, это только у мусульман, а мы христиане Получается, по-вашему, что мусульмане порядочные нас, христиан Вы думаете, что христианские законы и порядки учат распущенности? Вы заблуждаетесь Христианская вера ничего общего не имеет с тем, что вам навязывает европейская мода Рекламирующая полуобнаженные тела, одежду, оголяющую человека Уже нормальных мужчин хотят превратить свои одежды в гомосексуалистов Их церковь уже давно разрешила браки между геями А в школах у них гомосексуалисты раздают детям листовки С призывами нормально смотреть на любовь между мальчиками Недавно такая агитация прошла в украинских школах Завтра может быть в Армении Смотрите, что происходит Враги Христа воинствуют Хотят уничтожить христианство и все ценное, что у нас еще есть Сегодня так, а завтра будет еще хуже Если мы сами не поставим точку Не нужно куда-то ехать, тратиться, обязывать себя чем-либо Вступать в организацию Нужно просто самому начать менять курс в правильном направлении Чтобы подойти к намеченной точке Если курс не верен, вы наткнетесь рано или поздно на тупик Если каждый по отдельности будет правильно идти по этой жизни То все вместе воскресим жизнь нашего народа Обеспечим ему долгое будущее Народ просто станет довольно устойчивым и непобедимым Где бы он ни находился, какие бы обстоятельства ни попадал, он будет жить Действительно не надо больших усилий для этого Просто уже пора пересмотреть свою жизнь Сделать выводы и продолжить свою жизнь Не сообразуясь с внешними инородными негативами Если вы крепки, поверьте, никто и ничто вас не изменит Если вы крепки, а не слабы, то вы подобны железу А в наковальню бьется множество молотков Но ей это не вредит, она остается неизменной Да хоть весь мир пусть перевернется наизнанку Вы, армяне, оставайтесь армянами Живите своим миром и имейте свою индивидуальность Ничего на вас не должно влиять Или вам нечем душу заполнить Поэтому хватайтесь за что-то новое, привлекательное Это, наверное, от безделия У вас времени, наверное, много Поверьте, если мы будем изучать свою историю Больше проводить времени со своими детьми Воспитывая их, следить за их учебой Проводить полезные беседы со своими соотечественниками Зарабатывать не на свое удовольствие, а на пользу семьи То у нас будет душевное равновесие Если ваше тело получает удовольствие А в душе тяжесть, то это нехорошо Душа тоже ищет спокойствие, удовлетворение А бывает наоборот, телу вредите Зато душа спокойна в том, что вы это сделали Но знайте, душа и тело связаны неразрывной цепью Пока мы живы Так что и телу должно быть хорошо и душе Но с одним условием Чтобы это не отражалось плохо на других невинных Как говорится, не пожелай ближнему Чего себе не желаешь А кто ближний? Это твои соотечественники в первую очередь И весь твой народ Вот и не желай народу твоему, чего себе не желаешь Задумайтесь над этим Если вы сами выпускаете из себя негативы Которые вредят нашему народу Нашим девушкам и женщинам Нашим детям, друзьям То знайте, эти негативы к вам же и вернутся Посеете ветер, обожнете бурю Давайте уважать свой народ Болеть за него душой Мы же его частица Без каждого из нас не было бы и народа Если сейчас все плюнут на историю Веру, традицию, семейные ценности То мы просто превратимся в бездушных животных Не имеющих ничего Ни прошлого, ни настоящего, ни будущего Если сами себя уважать и чтить не будем То другие подавно не будут Почему мы народ с древнейшей культурой, историей, верой, традицией Так легко сейчас поддаемся пропагании Запада Направленной на уничтожение народов Их традиций, их многовековых ценностей Если мы посмотрим на своего древнего соседа На Иран То у них культура сохранилась до сегодняшнего дня Или вы скажете, что мусульмане поэтому По вашим словам, тогда получается, что наша религия слабее их религии Не богохульствуйте Если вы заглянете в Библию То вы увидите в ее учении строгую дисциплину Которую должны держаться христиане Самые поздние книги Библии древнее Корана на 7 веков А ранние книги Библии написаны на 30 веков до Корана И так наша вера соответственна древнее мусульманства Не наша религия строгая религия Вопрос в другом Исполнима она или нет Почему у иранцев сохраняется культура И они многочисленное население А у нас не так Они просто серьезнее относятся к своей вере Чем мы к нашей Мы уменьшаемся, а не увеличиваются В Иране численность близка к 100 миллионам А у нас сами знаете сколько Нас заполонить иранцам ничего не стоит Достаточно им просто зайти и выйти Вы можете сказать, что у нас был геноцид Но поверите, у нас был целый век Для того, чтобы восполнить численность народа Но мы шли по путям чуждым для нас в действительности Вначале пошли по пути Навязанного нам социализма А теперь идем по пути Навязываемой нам Прозападной так называемой свободы В кавычках Запад нам внушил, что его европейское лучше, чем наше Древневосточное, армянское У нас уже не осталось ничего своего Только на старых камнях и на фотографиях Уже и музыку свою уничтожаем Заменяя армянскую классику на всякий рок-рэп, попсу Почему иранцы могут сохранить свое, а мы не можем? Почему сидя в своих домах одобряем то, что показывает нам телевидение Армении? А показывает оно нам разврат, насилие, измены, глупые шутки Надругательство над нашей культурой и традицией Это надо быть слепым, чтобы это не видеть Неужели вы, считая себя христианами, не замечаете, что у телевидения Армении А именно в телеканалах Армения, ТВ и Шант Сидят антихристы, слуги дьявола, предатели Армении и предатели Христа Чему они научат ваших детей, родных и близких, кого вы любите? Католикоз Армении имеет власть запретить антихристианские настроения на каналах Армянского ТВ Ведь он имеет и связь с президентом Армении, постоянно находясь за круглым столом с ее руководителями Неужели он не может остановить эту негативную информацию? Конечно, может, но не хочет Почему не показывают нашим детям окружающий мир, историю, культуру? В Иране, например, эту шайку безграмотных и невежественных людей, сидящих за штурвалом телевидения Пресекли бы сразу, осудили бы, осудило бы само государство и его религиозная власть Кто-то из вас может подумать, что мы защищаем или расхваливаем мусульман Но мы приводим факты, и это видим не только мы, но и весь мир видит Давайте не будем брать мусульман в пример, а возьмем даже буддистов, корейцев, китайцев, индусов Посмотрите, как они не поддаются западным идеологиям Как они чтят свои многовековые традиции и обряды, свою культуру и историю И это является причиной их устойчивости, умножения и силы на мировой арене И экономика у них растет, и численность населения, и новые территории осваивают Скоро до Европы дойдут, а вы смотрите на эту Европу Если кто не знает, то мы вам скажем, что китайцы уже на границе Армении Они торгуют одеждой в районах Азербайджана Именно Восток с его многовековой культурой сейчас и есть главный конкурент Запада Познавшего культурные и религиозные ценности только в Средневековье И все же эти ценности опять же даны были Востоком Моральное и духовное качество нашего народа уменьшилось многократно И это не просто так, не без причины За всем этим загниванием стоят определенные личности У которых огромные деньги, кто спонсирует наше истребление Всеми возможными методами Не будьте глупыми, изучайте 20 век, с него все и началось Анализируйте ситуацию в мире Холодная война не закончилась, но меняет свои формы и обновляется Сегодня они у нас отнимают культуру, духовность, семейные ценности, национальное достояние Завтра они у нас отнимут землю Нас не станет И земля перейдет в руки чужих Чего они добились? А добились они многого, причем за короткое время Это нерождаемость, наркомания, безработица, низкий уровень жизни, утрата семейных ценностей, утрата верного мировоззрения в народе Снижение просвещенности и грамотности в большинстве населения И никто с этим не борется должным образом Ни правительство Армении, ни сегодняшнее ОЦ Получается, что нашим верхушкам безразлична судьба нашей нации, ее будущее Пока эти институты власти только наживаются на нашем простом наивном народе В их интересах, чтобы наш народ был стадом овец К примеру, если сегодня коммерсант-производитель продукции в Армении увеличивает свое хозяйство И его деятельность развивается То, соответственно, появляются новые рабочие места для людей, новые вакансии Но этого не происходит из-за того, что в его хозяйственную деятельность начинают вмешиваться Сегодня, как рассказывают люди, живущие в Армении Если коммерсант открывает налаженное производство То к нему приходят родственники, руководство Армении и ставят ему условия Если хочешь работать, ты должен от прибыли платить нам 70% Если не так, то работать не будешь После таких условий люди просто сворачивали свое производство и уезжали из Армении в Россию или Грузию Вот поэтому о росте экономики Армении не может быть и лечи Пока у ее власти сидят нечестивые люди Что касается современной ААЦ, то это сегодня организация, преследующая своей целью управлять государством наравне с президентом и иметь влияние на весь наш народ за пределами Армении Его власть превосходит даже президентскую Ибо если президент правомочен исключительно в пределах республики То католикоз имеет власть и за ее пределами в диаспоре Территории владения поделены В Армении католикоз, а в Москве его брат В Москве идет настоящая внутрицерковная война За это денежное и влиятельное место В Москве все об этом знают Церковных служителей в Москве убирают, не без участия воров Церковники уже давно превратили нашу церковь в бизнес-центр На одном из рынков в Москве взрослые мужики На ума не набравшиеся стоят только и делают, что хвалятся своими новыми продавщицами На них как не смотришь, они только и делают, что смеются Им бы христианский строгий порядок в своих семьях устанавливать А они своим поведением оскорбляют наш народ Развели бордель в районе Измайлова Пооткрывали ресторанов, где адская атмосфера после часу ночи Дым коляна и проститутки, которые приходят только туда с одной целью Чтобы их накормили, напоили, покатали и в сауну отвезли На днях в одном из этих раскрученных ресторанов Неизвестные порезали нескольких армян Они сейчас в реанимации И было бы из-за кого они пострадали? Из-за какой-то гулящей пароходинки Директором ресторана является армянин Постоянно в этом ресторане происходят драки Туда приходят люди разных восточных и кавказских националистей С одной целью взять девушку и с друзьями отвезти ее в сауну Туда приходят и разгульные армяки Их забирают курды, армяне, кавказцы и азербайджанцы Точнее, эти девушки сами и приходят туда для этого Разве девушки для этого рождены, чтобы отдаваться каждому встречному? Разве они рождены для разврата, чтобы их по рукам пускали? Вы, наверное, забыли, для чего рождена женщина Чтобы быть матери, чтобы принадлежать одному человеку А содержатели подобных ресторанов попадут в ад И они не христиане Они ненавидят свой народ Они ненавидят христианство Своё духовное наследие Не поливаясь на духовный авторитет армянского народа Они думают только о своей прибыли Ради денег идут на преступления Пусть накажет Бог всех тех, кто называет себя христианином И одновременно разводит заразу в тех местах, в которых мы живем Где воспитываются наши дети Дорогие наши братья Давайте думать о нашем народе Как думаем о своей семье Давайте не будем безразличными друг к другу Давайте не будем овцами Уважайте себя, не давайте себя обманывать Наш народ и наши предки не заслуживают того, что сейчас происходит Мы обязаны остановить это безумие и беспредел Совершаемый над нами путем уже испытанных на других народах методов Вот это и есть настоящее истребление народа Сегодняшний геноцид хуже первого Тогда нас убивали, а сегодня мы сами себя убиваем Вспомните наших фидаинов, отдавших свои жизни ради народа Они отдавали свои жизни за народ А мы сегодня живем так, что это против народа Мы не должны злиться на иранцев Что они так часто к нам приезжают Или на Турцию Что они не отдают нам наши земли А мы сами делаем для этого что-нибудь Допустим, возвратили или дали право возвращаться на исконные исторические земли Так мы сегодняшнюю Армению населить не можем нормально Как возвращаемые территории будем заселять? Сейчас процветает проституция в Армении На нашей святой земле, земле великого пророка Ноя Процветает проституция и гомосексуализм А это распространение разных болезней в нашей земле Чтобы мы заболели и вымерли потихоньку Там, где узаконен разврат, там будут болезни и преждевременная смерть Причем, если будут умножаться эти заразы, передающиеся половым путем То будут болеть и умирать уже наши дети А разврат действительно узаконен, так как места деятельности геев, оказывающих свои услуги туристам, приезжающим в Армению, официально охраняются полиции Армении Это позор и уничтожение для нашей нации Мы стали закрывать глаза на все, что творит правительство Болеющие спидом проститутки не нашей национальности специально направляются в Армению спонсорами, заинтересованными лицами, чтобы эта зараза расходилась по Армении Они заинтересованы в постепенном уничтожении нашего народа и государства Если вы не знали об этом, теперь знайте Мы тут не просто так вам пишем и говорим Так что прежде чем приехать в Ереван, поразвлекаться Подумайте хорошенько, стоит ли Как вы думаете, почему сейчас наша молодежь принимает ислам? Что их на это толкает? Толкает то, что они у себя не видят уже порядок и закон Не видят строгой морали и нравственности Другие ассимилируются в другую сторону И таким образом и с этой позиции нас становится меньше Еще из-за того, что видят ложь и фальшь в современной армянской и апостольской церкви Поэтому и уходят кто куда Кто-то к свидетелям Яговы, другие еще куда-то Ведь многих не обманешь Люди видят и слышат Нельзя из тех делать овцами Некоторые вообще перестают чему-то верить Разочаровываются и остаются без духовной поддержки Если их разочаровали люди, организации или то, что называется церковью То при чем тут Бог, любящий смиренных и простых людей Любящий наш народ в целом Братья, давайте уже начнем возвращаться к своему прошлому К чистому, возвышенному Давайте воскрешать свои традиции, свои заповеди Уже вы сами чувствуете и видите, что это подражание чужакам И стремление к постоянным развлечениям Ничего хорошего, полезного для души и семьи не дают Уже попробовали, испытали На этом остановимся В этом нет будущего Сейчас в наше время давайте воскресим себя Воскресим нашу традиционную внешность, одежду Наша одежда пусть будет скромной, вид мужественной У женщин и девушек пусть вид будет женственным Но не соблазняющим Скромная одежда на вашей матери, сестре или жене Это ваш плюс Это то, что только заставит вас уважать со стороны окружающих вас Уже пора быть примером для родных и посторонних И весь наш народ пусть будет примером всем другим народам Наш народ должен быть эталоном духовной чистоты Мы должны показать всему миру, что мы носители христианства Пусть Бог поможет нам всем Вас не должно сильно заботить то, кто к вам обращается Обращаются к вам армяне, не сомневайтесь в этом Вас должно заботить истинное реальное положение вещей Что касается нас, то мы не принадлежим никому Никакой организации себя не относим Никому не подчиняемся, кроме одного Бога, единого и славного Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok